Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Виктория Гапутина. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Более 260 участников из 91 населенного пункта. В Бресте прошел 12-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Прочные связи на уровне городов и в дальнейшем будут служить надежной основой межрегионального партнерства. Щедрость любящих сердец, терпение и понимание, преданность делу и любовь к детям. Белорусские педагоги отмечают День учителя. Праздник – замечательный повод, чтобы выразить слова признательности и благодарности за труд не только нынешним учителям, но и тем, кто долгое время трудился в системе образования. Золотой запас людей золотого возраста. В областном центре в канун Дня пожилых людей прошла акция «Доктор рядом». Волнительно, ответственно, тревожно и интересно. Большой праздник для первокурсников подготовили представители администрации Брестского государственного университета имени Пушкина. Посвящение в студенты прошло на ура. В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. По итогам 2022 года товарооборот между Белоруссией и Россией увеличился почти на 15%. В цифрах это порядка 50 миллиардов долларов. Во многом это происходит благодаря совместным проектам, которые реализуются в рамках сотен соглашений о побратимских связях. Данный тезис был озвучен на 12-м форуме городов-побратимов Белоруссии и России. Приветственный адрес участникам встречи, а это более 260 человек из 91 населенного пункта, направил президент страны Александр Лукашенко, подчеркнув, что прочные связи на уровне городов и в дальнейшем будут служить надежной основой межрегионального партнерства на благо двух братских народов. Дискуссионные моменты в работе четырех секций были соединены с практической частью. Также в рамках встречи были подписаны пять новых договоров о сотрудничестве. Все нюансы и подробности, а также о принятой участниками форума городов-побратимов резолюции в специальном репортаже Ларисы Осмолович. В этом году движению городов-побратимов Белоруссии и России 25 лет. И на взгляд всех участников уже сегодняшнего 12-го форума такое объединение приносит пользу народам двух стран. Народам, которые бок о бок защищали большую страну в годы военного лихолетия. В память о тех страшных годах и в честь тех, кто защищал родину от фашистской нечисти, старт форуму был дан на священной земле Брестской крепости. Участники возложили цветы к вечному огню. Открытие встречи, на которую собрались коллеги, партнеры, друзья, прошло в конференц-зале Брестского горосполкома. Все четко и по деловому. Старейшины мероприятия, председатель правления Белорусской общественной организации «Продненные города» Борис Батура и вице-президент Международной ассоциации «Продненные города» Сергей Парамонов зачитали приветственные адреса от глав государств Белоруссии и России, подчеркнув, что подобного рода форумы – пример успешного взаимодействия двух стран. То, что вот это движение приносит пользу для развития наших двух народов, это неоспоримый факт, и его уже и доказывать не надо. Такое повышенное внимание к этому форуму и такое участие серьезное, ну, около, свыше 60 городов России, свыше 20 наших белорусских, а в целом участников свыше 260. Я думаю, чем больше людей задействовано в этом, тем лучше будет результат. Для Бреста проведение такого масштабного форума ценно не только укреплением и развитием культурных связей, но и новыми экономическими контактами. Прочные связи на уровне городов и в дальнейшем будут служить надежной основой межрегионального партнерства. И данный факт подтверждается цифрами. Брестом подписано 31 соглашение по братсимстве с населенными пунктами 11 стран. 15 городов из этого числа – российские. Товарооборот между странами и регионами продолжает наращиваться. Для Бреста значимо это мероприятие тем, что из международной или, так скажем, народной дипломатии это перестает действительно форум, который напитывает в первую очередь не только культурными связями, но и экономикой. Сегодня есть определенные договоренности по ряду российских регионов, городов, по братимах, где, так скажем, наши предприятия имеют заинтересованность в кооперационных связях. Поэтому это сейчас отрабатывается. Кроме того, сегодня на площадке Бреста есть города по братимы с российскими городами других областей. Это тоже определенного рода знаковое, так скажем, мероприятие для них, чтобы подчеркнуть и подтянуть регионы в целом на благо, так скажем, развития наших городов. Мэр Бреста особо отметил, что впервые в рамках проведения форума городов по братимам в нем участвует молодежь двух стран, сложившейся в геополитической ситуации важна и необходимо сохранить и передать историческую память детям. В рамках форума сегодня мы имеем, так скажем, молодежь, да, и это значимо тем, что в рамках вообще вот этих всех связей городов по братимам мы не забываем про наше молодое поколение, которое, наверное, должно подтягивать те идеи и ценности, которые мы сегодня пытаемся сохранить. Продолжать работу по всем направлениям, учитывая реалии вызовы сегодняшнего времени с упором на взаимную кооперацию, формирование логистических цепочек с акцентом на торговое пространство. В рамках пленарного заседания было подписано пять новых соглашений о сотрудничестве между Могилевом и Ярославлем, Оршей и Смоленском, Лунинцем и Новодевяткиным. Два побратима появилось и у старинного белорусского города Заславля – это Ялта и Котельники в Подмосковье. Нас очень привлекает, и мы сегодня будем подписывать договор о сотрудничестве между городом Заславлем и городом Ялтой. Привлекает, прежде всего, развитие туристической деятельности, развитие туризма как в Ялте, так и развитие туризма в городе Заславле, представить Республику Беларусь, скажем так, в Крыму, потому что город Заславль – один из древнейших городов Республики Беларусь. Я думаю, что он будет очень интересным жителям. И мы сегодня подписываем договор с городским округом Котельники Московская область. Город, который очень быстро и динамично развивается. Я думаю, что у нас развитие будет не только в культурно-деловом стиле, но еще и в экономической составляющей. В городе Заславля очень много строительных организаций, которые в том числе могут найти для себя, ну, скажем так, расширение видов деятельности. Союзное государство успешно развивается, несмотря на все попытки дестабилизировать обстановку в регионе, несмотря на международную турбулентность. Но народная дипломатия – это отдельный сюжет. И, наверное, это самый искренний сюжет, когда речь идет, может быть, не столько о сотрудничестве, сколько о человеческих контактах. В первую очередь, в человеческих контактах, потому что после этого выходит на другой уровень, уровень сотрудничества в экономической сфере, в социальной сфере и, конечно, культурно-гуманитарной. Мы много говорим о сотрудничестве, о хороших, теплых отношениях, о дружеских связях многолетних, многовековых. Но 21 век – надо искать новые формы, неформальные в том числе. И этим как раз и будут сегодня заниматься участники 12-й встречи городов-побратимов России и Белоруссии. По окончанию открытия форума делегаты начали работу в секциях по четырем направлениям – экономическое и деловое сотрудничество, аспекты социальной политики, эффективность народной дипломатии для развития сферы образования, культуры и туризма. Они обсудили итоги взаимодействия в этих направлениях и определили пути для дальнейшего сотрудничества. Секции прошли на базе Брестского научно-технологического парка и Государственного университета имени Пушкина. Очень важный момент, что сейчас все больше и больше говорят о регионах, как главном фокусе сотрудничества, отбор пилотных регионов, по шесть с каждой стороны, вопроса трансграничного сотрудничества. Но все-таки надо четко понимать, что весь потенциал экономический реальный, он в городах. И именно городам придется этим заниматься. И здесь очень важный момент. Мне кажется, что до сих пор города так и не нашли еще свою линию, как вот города повратимы, именно как повратимы могут себя здесь проявить. И мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя наша сессия, она в какой-то степени стала небольшим мозговым штурмом. Здесь не нужно отчитываться о проделанных успехах и так далее, а попытаться найти боевые точки, попытаться найти какие-то моменты роста, точки роста. Это исключительно важно. Это возможность увеличить интенсивность контактов прямых между жителями, вовлечь как можно больше граждан России и Белоруссии в совместное общение и реализацию своего творческого потенциала. Возможность провести какие-то проекты, познакомить с культурой, с искусством, с знаниями, с современными технологиями. Наша цель сегодня посмотреть, как коллеги работают, каждый в своем партнерстве. И свой опыт тоже показать. Ну и где-то, может быть, и подглядеть, хороший опыт. Почерпнуть. Да, почерпнуть и удачные вещи тиражировать. Это, кстати, одна из задач форума. Участники первой молодежной встречи представителей городов-побратимов Белоруссии и России активно дискутировали, делились мнениями, озвучивали свои проекты, побывали на территории Пятого форта в Брестской крепости, где им рассказали о белорусском проекте «Цифровая звезда». Общие цели и задачи объединили молодых людей и, конечно, определились новые совместные проекты. Уже строятся планы, а самое главное – появились новые друзья, единомышленники. Мы представляли свой международный проект БРСМ. Это «Цифровая звезда». Показали его в реале, как мы его проводим. И те памятники посмотрели, которые мы оцифровываем. Это очень важный проект. И мы решили добавить некоторую изюминку, потому что, на самом деле, защитники Брестской крепости – это были люди многих национальностей. И, знаете, у нас такая родилась идея, что мы могли оцифровывать воинские захоронения, где захоронены белорусы на территории Российской Федерации. Ну и, соответственно, мы тоже, если провести хорошую поисковую работу, я уверен, что есть люди с различных тех городов, которые представляли сегодня участники форума, которые покоятся у нас либо на гарнизонном кладбище, либо в Брестской крепости, либо на территории области в целом. Поэтому очень много различных было проектов, которые действительно мы взяли себе на заметку. По окончанию работы секции делегаты 12-го форума утвердили резолюцию, основополагающий принцип которой – укреплять побратимское движение как важнейшую форму солидарности и взаимовыгодного партнерства, охватывающего широкие направления, определяя новые грани актуальности в условиях активизации межрегионального белорусско-российского сотрудничества. Нам очень приятно, так получилось, передавать эстафету встреч городов-побратимов именно Бресту. Вы спросили, что было похоже, что отличалось. Вы знаете, вот в Бресте начался совершенно новый уровень встречи городов-побратимов, начался уровень форума. Это мы совместно приняли такое решение, еще будучи в Пскове, что пора уже выводить наши площадки на более детальный уровень проработки вопросов, более конкретно рождать мероприятия, которые будут совместно у нас реализовываться. И вот воплощение этого форума в Бресте сегодня видно в полный рост. Действительно предложены уникальные, такие конкретные площадки для обсуждения здесь и социокультурное направление. Особенно, мне важно, и вот здесь я хочу Бресту отдать должное, это тот уровень, на котором организовано мероприятие молодежи. Отдельно совершенно собрана встреча, отдельная панель проходит для участников молодежных движений городов-побратимов. И здесь молодые ребята не просто общаются, обмениваются опытом, но также рождаются совместные проекты. И мы точно знаем, что они будут реализованы, будут реализованы эффективно. И уже в следующий раз, на следующем форуме мы будем обсуждать эти практики. И они тем самым нас обогатят. Мы сможем это интегрировать уже в свои процессы, в свои работы, в своих городах. Поэтому Брест в этом отношении нам видится замечательным городом-организатором мероприятия, который задал новый уровень и теперь ему нужно соответствовать. Форум городов-побратимов Белоруссии и России в 2024 году пройдет в Москве и Московской области. Нариса Осмоловича, Дмитрий Литвинюк, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». В первое воскресенье октября Беларусь традиционно отмечает праздник людей самой гуманной и искренней профессии – учителей. Нет ничего труднее, чем обучать. Учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Брестские учителя в совершенстве владеют этим секретом и щедро делятся знаниями со своими учениками. Накануне праздничной даты в Центре молодежного творчества прошло торжественное собрание, на которое были приглашены ведущие педагоги Первого региона. Они принимали поздравления и слова благодарности за свой труд, за свой неоценимый вклад в обучение, воспитание и становление настоящих, пусть пока маленьких и юных, белорусов. Лариса Смолович о празднике в честь людей самой гуманной профессии. Первое воскресенье октября практически середина золотой поры года ежегодно проходит в Беларуси под знаменем праздника работников сферы образования. День учителя, пожалуй, можно назвать народным праздником, потому что педагоги – одна из самых солидных по размеру армии дружников, а еще потому что у каждого из нас в жизни учителя были или есть сейчас. Учителем быть всегда было непросто. Во все времена это высокая ответственность за воспитание молодежи, а значит формирование нашего общества. И в наше время учителя тоже передают и свои знания детям, и вкладывают душу и сердце в свою работу. А это всегда очень высокие энергетические затраты. На нас, учителях, педагогах, высокая миссия формирования общества, а значит мы пишем историю нашей страны. В торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя, приняли участие ветераны педагогического труда и молодые учителя, руководители системы образования Брещины. Поздравить с профессиональным праздником пришли представители власти. В адрес педагогов звучали слова благодарности и признательности, ведь именно на них ложится большая ответственность воспитывать и обучать будущее нашей страны молодежи. В команде первого региона работает 28,5 тысяч педагогического коллектива, обучается в наших учебных заведениях 172 тысячи учащихся, в 449 детских и дошкольных учреждениях воспитываются 54 тысячи наших воспитанников. Конечно, прежде всего хочется сказать слова благодарности нашим педагогам за то, что ежегодно в копилку первого региона мы закладываем порядка 750 золотых и серебряных медалей. Мы также туда вкладываем не одну сотню международных дипломов. Это говорит о высоком профессионале из наших педагогов. В Брестской области хорошо работают наши династии. Вот мы посчитали у нас таких династий, которые уже прошли 650-450 лет, если посмотреть общий стаж, 18 династий. Каждые из этих фамилий уже особо отличились. Они воспитали не одну сотню своих выпускников, не завоевали ни один диплом на международных, опять же повторюсь, республиканских, областных и районных уровнях. Поэтому уверен, что те молодые специалисты, которые в этом году к нам пришло 561 молодой специалист, обязательно закрепятся на своих местах и ориентируясь на своих наставниках, на своих старших коллегах, так сказать, обязательно сделают тоже свой правильный выбор и будут работать в учреждениях образования в нашей педагогической среде. Лучших представителей профессии отметили наградами, грамотами, благодарностями Брестского областполкома, Министерства образования, а также Белорусского профсоюза работников образования и науки. В этот день никто не скупился на добрые слова. Ведь они в адрес те, кто не только дает знания, но и воспитывает в ученике человечность и доброту, кто формирует мировоззрение ребенка. Современный педагог – это педагог, который учится всю жизнь. Мы должны действительно, каждый педагог, соответствовать своему времени. Всегда детям интересен тот педагог, который стоит с ними на одной ступенечке, понимает ребенка, понимает и улавливает вот эти вот веяния времени и шагает в ногу со временем вместе со своими учениками. Говри не такие педагоги? Я думаю, да. Во всяком случае, мы стараемся этому соответствовать. Учитель – это не профессия, а образ жизни. Я считаю, что бывших учителей не бывает. Для меня работать с учителем – это одно удовольствие. Я получаю много положительных эмоций от проведения уроков. Детишки радуют своими успехами. Мне нравится выбранный мой путь. Учитель должен тянуть за собой детей, быть таким, как кубик. С разных сторон он должен быть высоко обученный, высоко квалифицированный, а самое главное – тоже человечный, чтобы понимать самых маленьких деток, быть для них второй мамой. Миссия учителя многогранна. Он наставник, который своим примером показывает, как справляться с трудностями. Он психолог, который может найти ключик в сердце любого ребенка. Он друг, с которым можно обсудить проблемы. Для учителей первого региона это не инструкция, это образ жизни. Так считают и Маргарита Богданович, директор средней школы номер один города Бреста. Ее вклад в реализацию социальной политики Беларуси и многолетний добросовестный труд в сфере образования высоко оценили и депутаты Национального собрания. Столь высокая награда – это не только моя заслуга. Это заслуга всего моего коллектива, и педагогического, и мои ученики. Это заслуга моих коллег. Это заслуга моих коллег по депутатскому корпусу. Потому что такая столь высокая оценка именно моего труда без их помощи, без их участия, без их поддержки, конечно же, такую оценку я бы не получила бы. Но в канун праздника для меня вдвойне приятно, что именно в канун такого профессионального моего праздника, профессии, которую я обожаю, я получила эту награду. И всем своим коллегам, всем педагогам, особенно молодым педагогам, ветеранам, я хочу пожелать прежде всего здоровья, 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 мирного неба, и чтобы рядом с ними были здоровы их родные и близкие, и чтобы поддерживали их всегда по жизни люди, которые желают им счастья и благополучия. У нас в Тауникус получаются самые разностаенные якости – мудрость, адукованность, эрудыция, абаяльность. И, кроме этого, эта профессия имеет и стратегичное значение, от того, какими ведами будут володать наши дети, какими моральными якостями они будут вознашаться, какое громадство они будут удавать в будущем, заряжать моц нашей краины. За вами, молодое поколение, а на переде лёс и соправный рост кид нашей Беларуси. Этот праздник прошёл в какой-то особой атмосфере, наверное, из-за того, что его виновники – люди, уникальные опыты, вклад которых просто неоценим. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от Главного управления по образованию Брестского госполкома и себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Учителя. Желаю вам радости в каждом учебном дне, радости от достижения детей, потому что гордость Учителя в его учениках. Желаю искренне вам жизненных сил и крепкого здоровья для реализации всех задуманных планов. И пусть всегда будет мирным небо над нашей красивой Беларусью. Нариса Смолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Учительство – нелёгкая, тонкая работа прокладывания пути к сердцу каждого человека, раскрытие его лучших качеств. Мы через всю свою жизнь проносим благодарность наставнику за самые лучшие уроки – уроки человечности и добра. Наверное, поэтому День Учителя празднуют в государственном масштабе. Брест чествовал своих педагогов на протяжении недели. Представители педагогических коллективов принимали искренние поздравления от учеников и их родителей, а также от тех, кто давно закончил школу. Центральным событием праздничной недели стало торжественное собрание в честь педагогов города Бреста. Учитель, а вы в нашем сердце остаетесь навсегда, для вас вы будете вечно девочки и мальчики. Да, каждый учитель помнит своих учеников независимо от того, когда они закончили школу. Ведь они учат писать и считать, помогают решать сложные задачи и простыми словами объясняют, что хотел сказать автор произведения. Труд педагога особенный. Они находят ключик к сердцу каждого ученика, стараются донести нужные знания, воспитать ребенка, а после отпускают детей во взрослую жизнь, помня имя каждого и за каждого переживая. И их преданность делу заслуживает уважения. Я, как отец троих детей, хочу сказать огромную благодарность, что есть у нас наши такие педагоги, которые самоотверженно, невзирая на любые неурядицы, дома, может быть, какие-то там нюансы, работают с нашими детьми, воспитывают их и делают с них полноценных граждан Республики Беларусь. Постоянно у нас эта система образования реформируется, новые технологии, инновации какие-то, задачи, пилотные проекты. Поэтому надо подстраиваться, обучаться. И тем более и дети наши меняются, и родители меняются, и требования у родителей и у детей меняются. Поэтому и преподавателям, и учителям надо подстраиваться еще под эти изменения, которые есть. Уважаемые учителя, преподаватели, я, как первый заместитель председателя Горисполкома, хочу поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Самое главное – крепкого вам здоровья, мира, счастья, благополучия вашим семьям и огромного терпения, дай вам Бог, огромного терпения, чтобы вы выдержали все вот эти тягости, эти изменения и нашу современную молодежь. Низкий поклон. Брест гордится своими учителями, поскольку они воспитали не одну плеяду талантливых, одаренных учеников. Вывели в свет и показали дорогу интеллектуалам, которыми славится Беларусь. Роль учителя в современном образовании велика. Педагог закладывает нравственные начала в человеке, формирует его как личность, открывает новый мир, а еще учит. Самой сложной науке – науке жизни. И именно такие задачи ставит перед педагогическим сообществом Беларуси Александр Лукашенко. Мы все задачи, поставленные перед нами, главой государства, ранее выполняли, выполним и сейчас. Это даже не обсуждается. Суть всех этих задач – одна – повышение качества образования, качество и доступность образования. Вот все, что от нас требуется в итоге – прийти к этой величине. О качестве образования мы говорим безотрывно. От воспитательного процесса – это понятие, которое разъединить нельзя, потому что человек воспитывается в ходе получения образования. Самое главное качество, которым должен обладать учитель – это любовь к детям и любовь к своей профессии. И тогда у него все получится. День учителя празднуется как один из самых главных праздников, и это торжество в Бресте всегда проходит по-особому. Добрые слова адресуются многотысячной армии наставников. Всем вместе и каждому в отдельности. Ведь они выбрали профессию сердцем. Я педагог, и педагог я в третьем поколении. И горжусь тем, что моя дочь тоже идет по стопам моим же и моих родителей. Она в будущем тоже будет педагогом. А педагогам города Бреста, конечно же, хочу пожелать оставаться такими же креативными, замечательными, лучшими педагогами. И несмотря ни на что, всегда быть в строю, всегда идти к своим любимым детям, потому что они ждут, потому что они хотят видеть своих педагогов. И чтобы, несмотря ни на что, никакие проблемы, никакие трудные поставленные задачи их не волновали. Они лучшие, они самые лучшие педагоги. В нашем гимне учреждения нашего образования есть такие строки. «Крепок наш союз священный». И эти строки, безусловно, это та мотивация, которая формирует все взаимоотношения между педагогами, между учащимися нашего учебного заведения. Безусловно, это крепкий союз. Союз заинтересованных, союз вдохновенных, воодушевленных, мотивированных людей, которые строят вместе единое какое-то направление и которые идут к определенной цели. В этот предпраздничный день звучали многочисленные слова благодарности и поздравлений. Вручались грамоты и благодарственные письма. Особые награды людям, отдающим свое сердце избранному пути и профессии, которая определила судьбу и жизнь. Такой является Светлана Басакина, начальник управления по образованию Московского района. Вы бы изменили свой жизненный, профессиональный путь? Нет, я бы его не изменила, потому что я даже не имею это право, я уже педагог в четвертом поколении. Моя бабушка, прабабушка, бабушка, мама, я, и я очень горжусь, что моя дочь подхватила эту эстафету, и сегодня она работает учителем в одной школе города Бреста, и тоже мне говорит, мама, спасибо за то, что ты своим примером подарила мне такую прекрасную возможность выбрать профессию учителя. Это очень светлая, радостная, добрая, позитивная профессия. Вы даже себе представить не можете, сколько ты получаешь энергии, когда приходишь в класс, видишь эти глаза, которые целевстремленно смотрят на тебя и ждут. И когда ты чувствуешь их реакцию, что ты дала то, чего они от тебя ждали, ну это дорогого стоит. Поэтому это очень благородная профессия и очень позитивная профессия. По статистике в городе над Богом практически каждый пятый житель молодежь до 18 лет. Именно за ними будущее нашего областного центра нашей страны и воспитать их достойными, умными и светлыми людьми – одна из главных задач педагогов. Современный учитель прежде всего должен быть активистом. Активистом общественной жизни, потому что именно за учителем идут ученики, за пассивным никогда не пойдут. Кроме того, у него должна быть гражданская позиция в обязательном порядке. Причем такая однозначная гражданская позиция, которая ни вправо и ни влево. То есть есть государство, есть глава, и мы должны идти за тем человеком, которого избрал народ. Учителя, то для нас, будущее наших детей – самая важная задача. Светлые лица и счастливые улыбки учителей не только от букетов, цветов и символичных подарков. Самой главной наградой для них всегда были и остаются благодарные ученики, наделенные теми знаниями, которые помогут им реализовать себя в этом прекрасном мире. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович для программы «Итоги недели». Сейчас о других не менее актуальных темах в программе «Итоги недели». День пожилых людей отмечают 1 октября. В 1990 году Организация Объединенных Наций постановила отмечать его во всем мире. Сначала торжества стартовали в Америке, следом в Европе. В Беларуси впервые он состоялся в 92-м. Создан праздник как напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к старшему поколению. Кстати, жизни золотого запаса города над Бугом можно только позавидовать. В этом мы убедились, побывав на акции «Доктор рядом», которую инициировали специалисты Брестка городской организации Белорусского Красного Креста при участии территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Наши мамы и папы, бабушки и дедушки в возрасте, которые все чаще мы называем элегантным золотым, все равно думают о нас, своих детях, порой забывая о себе. Элементарные вещи, которые положены им по возрасту, например, регулярный поход к врачу, порой они оставляют на потом. Но если они не хотят идти к доктору, доктор идет к ним. Именно в этом и есть суть акции городской организации Красного Креста и территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района «Доктор рядом». Сегодня мы видим отличный пример межведомственного взаимодействия, когда служба Красного Креста, территориальный центр и медицинская служба вместе собрались для того, чтобы оказать помощь пожилым гражданам. Обычно ко дню пожилых людей мы наблюдаем такие мероприятия, как концерты какие-то, акции благотворительные. Сегодня мы подошли с практической точки зрения действительно показать ту работу, которая наиболее актуальна для данного возраста. Ведь к 60 годам люди приходят с багажом определенных заболеваний. Это очень важно и востребовано. Собираются люди, возраст которых уже золотой-серебряный, и поэтому им интересно получить вопросы на свои ответы. И также это и профилактика деменции, и здоровое старение. Измерить вес и давление, сдать экспресс-анализ на содержание глюкозы, получить рекомендации от эндокринолога и диетолога, а также от врача-геронтолога – все это и не только предлагали участникам акции. Я прошла кровь, сдала, узнала, какой у меня сахар. Я прошла давление, я прошла индекс. Вот теперь встаю в очередь к кардиологу с консультацией. Хочу задать вопросы. У меня повышенный индекс тела. Вот хочу узнать, как его уменьшить, что ли. Как Вы считаете, нужны ли такие предприятия? Да, очень. Вы же видите, сколько пришло. Врачам не добьешься. А тут вот бесплатную консультацию получай, и, пожалуйста, тебе все объяснят, все расскажут. Очень полезно. Я с доктором посоветовалась, он мне сказал, как лечиться. Я очень довольна. А что больше всего понравилось сегодня здесь? Ну, забота о пенсионерах. Внимание, да, забота о пенсионерах, внимание. Хорошее очень отношение такое вот, как Вам сказать. Ну, я видела, что она от всей души хотела мне помочь. О проблемах людей в возрасте не понаслышке знает медсестра городской организации медико-социальной службы Тамара Терешина. Она умеет слушать и слышать их. Медсестра Красного Креста обслуживаю на дому. Подопечных у нас они на обслуживании одинокие, одиноко проживающие, пожилые люди, инвалиды. Ну, оказываем, наблюдаем за состоянием больного на дому. Медицинские услуги оказываем, уход. Ну, и организуем социальную помощь через волонтеров. В рамках акции участникам был продемонстрирован базовый курс оказания первой помощи, что в экстренных случаях может весьма пригодиться. Подстрадавшим руки в лотях не сгибаются. Делаем 30 нажатий до щелчка. Праздник предполагает подарки. И в День пожилых людей их было немало. Но очень ценными и искренними оказались сюрпризы от воспитанников специальной школы номер один, выполненные своими руками с теплотой и заботой. Клавдия Ивановна Чертенко уже с нетерпением ждала ребят, ведь они для нее уже стали как родные. Уже несколько лет к ней приезжают ученики школы, и она, как гостеприимная хозяйка, всегда рада гостям. Мы к вам сегодня в гости приехали с ребятами из специальной школы. Очень классные молодые люди. Стас и Илья. Да, внимательные. Они вместе с родителями собирали вот такие вот пакеты. Ох, спасибо им. Да, здесь и продукты. Благодарна, благодарна. Да, и средства личной гигиены. Все, что вам может пригодиться. Все, спасибо, спасибо большое. Чтобы вас немножечко порадовать. Да. Я хочу сказать, что хорошо, что государство нам сделало такой день в Белоруссии. И соцпомощь есть у нас, которые нам тоже помогают. И нам очень помогают. И я очень вам всем благодарна. И кто меня сегодня поздравляет. Люди могут и должны творить добрые дела. Дела любви, надежды, веры. Ведь говорят, кто полон доброты и милосердия, непременно обладает особым даром. Словно сентябрьские листья закружились, завертелась новая жизнь студентов-первокурсников Пушкинского университета. Веселые и беззаботные старшеклассники стали ответственными и дисциплинированными. Теперь в их ежедневном расписании не уроки, а лекции и практические занятия. Но для того, чтобы стать полноправным студентом, в Брестском государственном университете имени Пушкина каждый год проходит церемония торжественного посвящения. На ней побывали и наши корреспонденты. В Большом зале Дома культуры профсоюзов многолюдно. А повод собраться более чем весомый. Посвящение в студенты-первокурсников Брестского государственного университета имени Пушкина. Этот особенный день дал им возможность встретиться с друзьями, а также завести новые знакомства, послушать творческие коллективы университета и, конечно же, проникнуться тружеская поддержка педагогов своего университета. Мы, белорусы, а это наши, с тобой не люби, спевать и дальше. Шануя пламя, мы славную дядьком. Жизнь путуем, дядей готовим, и не шкануем ничего для себя. Разрешите от себя лично и от огромного коллектива нашего университета поздравить вас с началом учебного года, с тем первым месяцем, обращаясь я к первокурсникам, которые вы уже прожили в статусе почти студента. Почти, я говорю, потому что, ну, издавна такое выражение есть в студенческих и околостуденческих кругах студентом становится студент после первой сессии. Почему именно этот университет выбрали? Ну, потому что он находится в моем родном городе, и мне нравится этот университет. Преподавательный, в смысле, новость. Насколько вам сейчас обстановка нравится? Сначала, конечно, было очень тревожно из-за того, что это что-то новое, но сейчас все отлично, все очень нравится и очень комфортно. Ребята немного стесняются, и это нормально, ведь для них пока все ново и непонятно. Но многие уже точно знают, чего хотят от жизни и где будут работать после окончания университета. Может быть, уже есть мысли, где работать хочешь? Ну, работать я буду в следственном управлении, как ни странно. У меня контракт уже подписан. Планы реализовать себя как личность, духовно и интеллектуально обогатиться и стать лучшей версией себя по окончанию обучения. Меня с детства интересует в целом направление юридическое, и, как я и планировала, я поступила на целевое следственное комитет, и, как и планировала, свяжу свою жизнь с органами. Планы у ребят амбициозные, а если принято решение, все обязательно получится, ведь в Пушкинском университете есть для этого все. В этом году мы вступили на учебный год неплохо, с хорошим набором, ребята пришли подготовленные. Я сейчас провожу встречи с первокурсниками каждого факультета, вижу открытые лица, вижу, что ребята действительно нацелены на то, чтобы получить качественное образование в стенах нашего университета. Эту задачу будем решать, будем помогать, безусловно, ребятам, предлагая новые проекты, участие в новых активностях, продолжая те хорошие традиции, которые, безусловно, есть в университете, развивая их. В завершении вечера посвящение клятва первокурсников. Прилежно учиться, славно трудиться на благо университета, а главное – стать достойными гражданами страны. Не обошлось и без напутствующих слов ректора Юрия Голубева, которые так важны в этот особенный день первокурсникам. Хочу пожелать нашим студентам успехов во всех начинаниях, прежде всего достижения той цели, которые они перед собой поставили, придя в университет, но и сопутствующих целей масса. Ведь университет – это не только учеба. Университет – это огромное пространство разнообразных возможностей, которыми нужно пользоваться. И призываю всегда студентов ставить амбициозные цели и достигать их. Виктория Гапутина, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение «Семейный» на канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин